В субботу в Златоусте откроется 10-й фестиваль современной хореографии Евразия Шанс. Три конкурсных дня во Дворце культуры Металлург обещают быть насыщенными. Юбилейный фестиваль соберет рекордное число участников из разных уголков страны. К тому же впервые фестиваль имеет хороший призовой фонд. В этом году поддержку Евразии Шанс оказали 16 предприятий, а генеральным спонсором выступил Металлургический завод. Режиссером церемонии открытия и закрытия фестиваля стал Сергей Лукашин. Режиссер и сценарист Челябинской филармонии во второй раз работает во Дворце культуры Металлург и обещает массу сюрпризов. На одной из репетиций накануне открытия фестиваля побывала и наша съемочная группа. Еще раз весело. С победой у меня угрюмый совсем. Совсем не веселый. Сосредоточенно выслушав все замечания, юные танцоры возвращаются на сцену. Фестиваль Евразия Шанс, события которого ждут весь год. Они должны показать свое лучшее выступление и ради этого ни жалко, ни времени, ни сил. Волнение, наверное. То, что будет много коллективов и что каждый хорошо танцует из них. И мы тоже. Надеемся, что мы выиграем. У нас такой серьезный конкурент – это форс-мазор. Они в том году заняли первое место и сейчас, наверное, тоже они хорошо подготовятся. Очень радостные чувства, охота очень сильная. Я жду. Мы очень тренируемся хорошо. Мы все красные. Мы как бы готовимся. Чтоб все видели, как мы умеем танцевать. Хорошо. Мы постараемся сделать так, чтобы… Да, всем понравится. Удивлять и восхищать – таков девиз 10-го фестиваля современной хореографии. На юбилейном празднике танцевального искусства многое будет впервые, в том числе и огромное число участников. В общей сложности более 700 человек участников приезжает в наш город, которые увидят наш город, может, некоторые впервые. И тем более у нас практически процентов 70 коллективов, которые приезжают к нам первый раз на наш фестиваль в этом году. Я думаю, что, может, мы даже увидим какие-то открытия. Мы можем посмотреть и Волжан, и всех уральцев, и сибиряков, и даже Алтай, говорят, заявился. Это очень приятно. Для фестиваля, скажем так, не областного уровня это очень здорово. То есть фестиваль очень хорошо подвинулся в последнее время и свой юбилей встречается, скажем, на достойном уровне. В ведении Сергея Лукашина находятся почти все фестивальные секреты, которые режиссер Челябинской филармонии, тем не менее, не спешит раскрывать. Ведь красочная церемония открытия сама по себе должна стать одним большим сюрпризом. Пока известно лишь то, что зрителей ждет необычный рэп-конферанс и масштабный танцевальный нон-стоп с участием почти всех конкурсантов. Нон-стоп попури такое танцевальное, где каждый коллектив предстоит буквально 20-секундную зарисовку, станет на поле. Если нам это все удастся, то это будет такой 15-минутный, мощный, динамичный танцевальный, яркий, красивый номер. Надеюсь, что всем понравится. Это очень интересно и молодежно. Я думаю, что стоит посмотреть особенное открытие фестиваля. Это будет просто неординарно, так скажем. Неординарной обещает быть и конкурсная программа «Еуразии шанс». Ведь именно на сцене ДК «Металлург» коллективы представят свои самые смелые идеи. Полет творческой мысли, изящное соперничество и эстетическое удовольствие – это то, что ждет зрителей. Новые знакомства, обмен опытом и ни с чем не сравнимые конкурсные эмоции – то, ради чего ждут фестиваль участники. Если займешь какое-то место, у тебя столько радости появляется. То есть это такие минуты счастливые, это не передать. Узнаешь новые коллективы, знакомишься с кем-то, общаешься, узнаешь новых людей. Я в первую очередь как организатор жду праздника. Праздника для себя, праздника для ребят, праздника для зрителей. Чтобы все удалось, не было накладок. Ждать всем поклонникам танцевального искусства осталось уже недолго. В субботу во Дворце культуры «Металлург» торжественная церемония открытия объявит о начале долгожданного праздника.